МАГАДАН МАГАДАН Светлячок рассчитан на 220 воспитанников, 12 групп. Садик единственный в нашем городе, где готовы принять малышей от двух месяцев. При необходимости здесь перепрофилируют одну группу для 15 младенцев. Спортивный комплекс, соляная комната, зимний сад, музей. Дошкольные учреждения оборудованы по особому проекту. Полы здесь с подогревом, работает система выбора необходимой температуры, вентиляция и фильтры очистки воздуха. В нем есть даже пляжная комната, где установлена уникальная система освещения, имитирующая настоящий солнечный свет. Особенности наших детей Крайнего Севера были максимально учтены. Конкретно в дошкольном учреждении номер 5 была спроектирована так называемая пляжная комната, в котором есть три искусственных солнца. Ребята в перерывах между образовательной деятельностью будут подниматься и курсами принимать солнечные ванны. Причем это не солярий, поскольку воздействия ламп, которые смонтированы в искусственном солнце, они другого спектра действия. Оздоровительные мероприятия – это то, на чем коллектив «Светлячка» акцентирует внимание наряду с традиционной образовательной деятельностью. Программы для детей с речевыми нарушениями, задержкой психического развития внедряют воспитатели в группах комбинированного и компенсирующего вида. С ребятами работают педагог-психолог и учитель-дефектолог. Сейчас многие дети в пятом детском саду оказались из-за пандемии, потому что другие учреждения закрыли. Очень довольны, что нас перевели в этот сад. Посмотрите, вы сами, когда выйдете на улицу, глянете, сколько детских площадок, сколько различных мероприятий здесь проводится. Наш ребенок очень доволен. Он сейчас просыпается раньше нас и встает, доча и говорит, что мам, папа, поехали быстрее в садик. То есть ей очень нравится, и поэтому мы очень довольны данным садиком. Все яркое, все новое. Очень хорошо подобрана мебель по возрасту, по росту детям. Все в доступности. Нас очень радуют площадки детские, оборудованные как для детей, так и безопасное покрытие. В пятом детском саду реализуют инновационную программу дошкольного образования «От рождения до школы», в которой учтены новейшие достижения науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. С инновационной программой «От рождения до школы» более 15 лет работают ведущие педагоги страны. Ежегодно специалисты корректируют программу с учетом современных разработок, требований и рекомендаций. Приоритет программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. В программе «Большое внимание» уделяется воспитанию в детях патриотических чувств и любви к родине, уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважения к старшим, заботливое отношение к малышам и пожилым людям. Мы для себя, для своей работы взяли самое новое инновационное издание «Шестое», в котором предлагаются более интересные, увлекательные формы работы с детьми. Например, нам очень понравилась такая форма работы, как утренний и вечерний круг. Мы вставили этот режимный момент в сетку занятий. На утреннем круге ребята вместе с педагогом будут обсуждать, какие у них планы на день, какие интересы. На вечернем круге они будут делиться результатами своей работы, какими-то своими достижениями. Эта форма взаимодействия требует определенных знаний, и мы будем обучать своих педагогов этой новой форме взаимодействия с детьми, новым инновационным формам работы. Работать с самыми маленькими воспитанниками педагоги будут по программе «Теремок». В 2018 году она стала лауреатом национальной премии «Золотой медвежонок» в номинации «Лучшие учебные пособия». Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет разработана в ответ на вызовы времени, изменяющие отношения взрослых к миру детства. Авторскому коллективу удалось по-новому взглянуть на современного ребенка и разработать инновационно-образовательную программу, интегрирующую результаты научных исследований классических и современных отечественных и зарубежных в области физиологии, нейрофизиологии, возрастной педагогической психологии, педагогики раннего детства. В результате взаимодействия всех сотрудников дошкольного учреждения обеспечиваются гарантии качества образования, обеспечения индивидуального развития каждого ребенка и раскрытия их творческого потенциала. Каждый год в Магадане рождаются не менее 900 малышей. Сейчас в свой второй дом детей готовы принять более 30 дошкольных учреждений города, а в скором времени их число увеличится. В этом году в рамках реализации национального проекта «Демография» началось строительство детского сада в третьем микрорайоне. За два года планируют построить дошкольные учреждения для 135 детей, половина из которых – малыши от двух месяцев до трех лет. Еще 30 мест в течение года обустроят в новом школе детский сад поселка Снежный. У нас еще в Магадане в планах три детских сада, да и, собственно, детский сад школы на Снежном там на 30 мест. Поэтому я думаю, что мы должны в течение периода до 2024-2025 года существенно изменить ситуацию с переполненностью групп в дошкольных образовательных организациях. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...